С каждым днём количество больных в Иркутской области растёт. Тяжёлых случаев всё больше. Рост эпидемиологи объясняют тем, что многие пренебрегают средствами индивидуальной защиты или вовсе отказываются верить в то, что ковид существует. Как известно, вирус передаётся воздушно-капельным путём. Когда он проникает в нижние дыхательные пути, развивается так называемый респираторный дистресс-синдром. Обычная масса лёгкого — 300-350 граммов. После поражения вирусом орган резко утяжеляется, становится большим и заполняет всю плевральную полость. Масса лёгких, может быть, ну какие у нас, нам встречались лёгкие, увеличивается в разы где-то килограмм и более, до двух килограммов каждая лёгкая. Вот сегодня было вскрытие, совершенно здоровый человек, соматический. Ни сердца, ни почки, ни печень, всё прекрасно. Но лёгкие были каждые по полтора килограмма, болел он три недели. То есть соматически никаких заболеваний других, таких, как мы называем, коморбидных, у него нет. А возраст какой? А возраст 50 лет. Ещё одна опасность коронавируса — это тромбоэмболия или закупорка лёгочной артерии. Это основная причина смертности коронавирусных пациентов. Периферическая тромбоэмболия страдает не только магистральная легочная артерия, но и могут тромбоэмболы останавливаться более мелкие в мелких сосудах, сегментарных ветвях легочной артерии и даже более мелких. Вот видите, как будто бы под ножом здесь, вот это вот высовывается, как червячок. Это вот как раз периферическая тромбоэмболия. Но это тоже блокируется травоток лёгком. И если раньше от коронавируса умирали пожилые пациенты, то сейчас всё больше молодых людей получают осложнения и умирают. Возраст от 25 до 30 лет. Поэтому берегите себя, ведь мы в ответе за своё здоровье и своих близких. Любовь Грудинина, Павел Рютин, Айст ТВ.